Здравствуйте! На библейский портал Экзегет поступил вопрос, почему церковь против уроков полового просвещения в школе. Конечно, я знаю аргументы сторонников этих уроков, то, что говорят, ой, ребенка пристают, домогаются, не дай бог, изнасилуются, он даже не знает, что сказать, и вот какие ужасы, и правовое просвещение может ему как-то помочь. Но, в принципе, если человек маленький, находится в зависимости, если он кем-то запуган, то никакие уроки просвещения ему, конечно, не помогут. За злом надо бороться и с уголовными преступлениями с помощью уголовного кодекса. Конечно, тоже бывает даже такой аргумент со стороны сторонников, некоторые тоже там духовные, что нет, вот ребенок берет, разбирается, и поэтому он понимает, что это плохо, и поэтому каких-то вещей он будет избегать. Ну, не, ну, каждый ребенок знает, что там газировку сладкую пить все-таки не очень хорошо родители объяснили. Абсолютно все это знают. Понимают, что там компотик полезнее, даже водички просто попить. Но, тем не менее, ребенок все равно к ней тянется. Ну, особенно, чем чаще о ней рассказывать, чем брать, угощать, делать ее доступной. И даже если ребенку особо не дают пить, но он где-то пил газировку в гостях у своего товарища по группе детского сада, то тоже маленький ребенок будет искренне стрипниться и капризничать, когда увидит газировку в магазине, и будет это некоторое испытание для родителей. Тут, опять же, некоторый аргумент еще в пользу. Тут мы смотрим какие-то вроде, разбираем аргументы в пользу. Но мы все-таки, если ведем некоторый диалог с обществом и с теми людьми, которые не ради злобы, не ради действительно там разрушения государства, не ради продвижения интересов тех или иных компаний, компаний, производящих те или иные товары, то все-таки мы должны понимать, что должны отвечать на любые вопросы. И в том числе, конечно, один из аргументов, что вот половое просвещение в школе, потому что все равно дети, они узнают, узнают там в какой-то совершенно куда более топорной форме от ровесников, от более старших детей, которые в той же самой школе учатся, но на несколько лет старше тоже будет сложно их авторитету как-то противостоять. А тут вроде как-то в школе все там грамотно объяснил. Какие тут есть риски? Риски вот в Евангелии от Матфея нам Господь говорит. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе мира от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Очень важно вот эти два стиха и из 18 главы, и 6, и 7 стих вместе рассматривать. Потому что, ну вот можно сказать, как раз, чтобы никто не соблазнил ни приставаниями, ни старший школьник там никак не взял какие-то тоже гадости, не стал младшему рассказывать, вот лучше там какой-нибудь учебник, учительница что-то там будет рассказывать. Да, Господь говорит, надлежит прийти соблазнам. Придут соблазны, действительно, ребенок рано или поздно со всем этим столкнется. Но горе тому человеку, который эти соблазны в души заложит. И поэтому, если кто-то ставит задачу, что вот пока там какой-нибудь, не дай бог, педофил, или просто там старшие дети там во всяких похабных анекдотах не начнут моему ребенку там что-то в душу закладывать, пусть ему расскажут как-то там планомерно по учебнику, тот, конечно, предлагает, ну давай, дорогой учитель, или давай я, как человек, согласившийся с этим внедрением соблазнов, своему ребенку буду вредить. Конечно, бывает другая крайность в православной среде, что ребенку вообще ничего не говорят, родителей у них нет. Единство гармоничного взаимопонимания зачастую это, увы, объясняется, даже не объясняется, а можно объяснить. Сами родители порой не дают отчет, что вера, она во многом формальная и избегает искреннего отношения полноценного со своими детьми. Что родители не понимают, когда и как своему ребенку о вещах полового характера что-то говорить. Да, сначала какие-то рамочные вещи, вещи, что там никто к тебе не должен дотрагиваться, что там какие-то вещи не обсуждают даже там с друзьями, но при этом какие-то вещи всегда можно сказать, подойти к родителям и у них пояснение какого-то просить. Если этого не происходит, то действительно могут быть большие проблемы, и в такой ситуации запущенной, правда, может, лучше, если там какая-нибудь заботливая учительница что-то бы аккуратно сказала. Но, опять же, надо понимать, каждый человек абсолютно индивидуальный, он развивается совершенно по-разному, разный психологический возраст. Например, мальчики и девочки в одном классе. И вот я вспоминаю тоже, поскольку есть в России школы зарубежные, и тоже со мной делился один ребенок, который учится в школе зарубежного образца, и у них были такие уроки. И это просто вот это был шок настоящий. Причем мальчики, ровесники, они ничего не поняли. У мальчиков только были хихоньки-хахоньки, потому что разница психологического возраста мальчиков и девочек была разная. То есть ни тем, ни другим пользы не принесло. Мальчики, они были слишком маленькие. Они ничего не поняли, они просто посмеялись, гатали, ну и там повод для каких-то тоже шуток ниже плинтуса. Девочки были немножко в шоке, и мальчиков просто бояться стали. Да, с теми, с которыми они там на переменах играли. Почему это произошло? Потому что как у Бога с каждым человеком отношения, так и у каждого ребенка со своими родителями отношения личные. И каждый родитель понимает, вот моему ребенку одному надо что-то в 9 лет сказать, другому что-то в 7 обознать, третьему в 13, четвертый там и в 15 лет сущий младенец. Зачем? Зачем закладывать какой-то соблазн? Потому что, как мы помним в послании апостола Иакова, да, что уже соблазн рожает он похоть, похоть рожает смерть, смерть уже это смерть духовная. Поэтому, дорогие братья и сестры, есть некоторые вещи, которые нужно делать самому. Есть некоторые вещи, которые лучше всего происходят в церкви. И тут имеется в виду церковь не в смысле, там батюшка на проповеди о каких-то вещах говорит, а домашняя церковь, семья. И никакая школа как не заменит родительской любви, так и никакой школьный урок полового просвещения не заменит заботливый рассказ и доверительные отношения между родителями и собственными детьми. Субтитры создавал DimaTorzok